Всем привет, с вами Майл и вы смотрите Датаскопчик по квалам Западной Европы. Мы, кстати, захватим самые интересные карты Юго-Восточной Азии. Сегодня, к примеру, глянем на матч Т1 против Экзекрейшн. Первый день квалификации должен был дать ответ на один простой вопрос. Все ли в порядке у четверки фаворитов? Liquid выкатились против коллектива DigiG Sports и уже с первых минут матча объяснили, кто тут батя. На второй карте рисунок не особо изменился, и встреча закончилась ожидаемой победой Жидких. Легкой победой. Субтитры сделал DimaTorzok В этот момент завершались матчи Юго-Восточной Азии. Интересных результатов они нам не дали, но было любопытно взглянуть на игру Т1 с Тобсоном и Анной. Они полностью оправдали ожидания, разорвав Экзекрейшн на Кэрри Марсе в первой карте. Субтитры сделал DimaTorzok На следующий был Сигнатурный Морф и Пугна Тобсона. Не все получалось. Экзекрейшн постоянно сплитили и закончили встречу разменам тронов. Но победа осталась за Т1. Анна опять отличился продажей вещей мискликом. На этот раз он решил сдать в ломбард сатаник. Благо победить это не помешало. Ну что ж, глянем, что будет дальше. А на этом с Азией мы закончили. Вернемся в Европу. Вторым претендентом на квоту были Нигмы. Начало стартовой катки не пошло. Команда Кура отдала огромный перевес. За счет сильного Урса удалось камбэкнуть. Но, как Миракл не старался, сил ему не хватило. На 32-й минуте Войт нашел инвиз, купил бабочку и поставил отличную охрону. Очень сильно Нигме помешал момент с кражи Аегиса, который Гунн Скват классно разменяли уже в следующей драке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Закончилось все то же на Рошане, когда после отдачи на миде Урса байбэкнулся и забрал Камнеголового, но драку выиграть это не помогло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая карта проходила под диктовку миды. Гундсквады отчаянно сопротивлялись, но лишь рак с Бладстоуном под виском с шардом, да еще и под спектрой были слишком сильны. На третьей карте коллектив Кура полностью контролировал игру. Продолжение следует... До 35 минуты, когда Сумаил оторвался от команды и пошел вперед. Этим мувом он полностью сломал позиционку своей команды. Дум выдал ульт свеженькую линку Чарли, а последовавшая хроносфера поставила точку в файте. Банша зачем-то байбэкнулась без ульта. Винить Миракла в том, что он не прожал кнопки сложно, так как и Орданец не понимал откуда и когда на него будет совершено нападение. Ситуация сильно осложнилась, но шансы еще были. Только Нигма, судя по всему, отправились в нокаут. Они решили зачем-то депать Т2 без подготовки, из-за чего подставились один за другим. В то время, как у тролля вообще не было телепорта. Вот так гунн-скват прошли в следующий раунд верхней сетки. До начала матча Сикрет считались безоговорочным фаворитом в поединке с Энтезе Бридж. И первая карта полностью это подтвердила. Команды много ошибались, но запас у Купея и его ребят был огромный. Давайте просто насладимся парочкой тимфайтов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как итог, тролля смогли раскайтить, а Сларк, набравший огромное количество стаков, захватил преимущество. Субтитры сделал DimaTorzok Кристаллиусу было очень тяжело, так как он попросту не мог никого зафокусить. А вот его фокусили отлично. Отношения пришлось выяснять на третьей карте. Субтитры сделал DimaTorzok Но, в отличие от Нигмы, свой статус фаворита Пупей не отдал, развалив на сигнатурном Вичдокторе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Сикреты прошли дальше по Венерам. Завершили день Альянса Энтити Фишман и Пьюр контролировали игру, но Рейдент смогли поймать эсэфа и навязать затяжную битву, из которой вышли в огромном плюсе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А следом снова подловили Невермора. Игра изобиловала яркими драками, и все их показать мы не сможем, да и смысла нет. Лучше давайте взглянем на билд эсэфа. Вот уж Пьюр действительно придумал. И кда у него вышла зверская. Ну а это последняя битва первой карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая порадовала Тинкером и Алхимиком Аттентити. Виха отлично отстоял мид. Он, к слову, и в предыдущей был хорош. Рейдиант не отрывались по Нетворсу, что было для них не очень здорово. Но окончательно все плохо стало с покупкой Пьюром БКБ. Без посоха он просто фармил, а с аватаром пошел в бой. Но нажать его опять забыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасла ситуацию Дракона Рошане. Зацените зомбачка с Тамбы. Вот кто реально хотел камбэкнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще один файт на реке по сути поставил точку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Альянс были все шансы, но они падают в лузера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот вышел день. Услышимся в датаскопчике уже завтра. Подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА